Здрасте! Наконец-то я вернулся спустя месяц, простое. И наконец-то, наконец-то вы увидели эти ролики. Вы спросите, какие ролики? А вот эти ролики с 2022 года. Что мы имеем? 4 ролика, 2 ночи, 5 ночей с Фредди 3, Растения против зомби и Как достать соседа. Небольшая предыстория, почему эти ролики вышли только сегодня. А сегодня у нас, к слову, 17 октября. К слову, вот это вот предупреждение будет во всех роликах такого типа, поэтому просьба его не перематывать, так как время просмотра важно для удержания аудитории, сами понимаете. Так вот, в марте 2022 года я создал Яндекс.Зен. И там опубликовал реакцию на свои старые озвучки. И в этом видео я заикнулся про то, что будут вот эти 4 летсплея. А потом у меня сломался компьютер. Я закончил реставрировать эти ролики как раз в октябре. А 15 октября мне стукнуло 20 лет, и мне подарили новый компьютер. А что это значит? То, что выйдет продолжение. А переснимать эти старые видео я не намерен, потому что там плохой микрофон по звуку и старое интро с белыми волосами. Плюс ко всему я уже не смогу орать, как на этом моменте. Потому что первые впечатления подделать невозможно. Я не из таких людей. Итак, первое видео из этого цикла. Пять ночи с Фредди 3. Первая ночь. В игру на виндусе, точнее не на виндусе, а на маке, через эмулятор виндус, мышка моя криво записалась. Я сначала думал убрать курсор с записи, но всё-таки решил оставить. Приятного просмотра. Внимание, эта игра содержит, мне кажется, свет, громкие звуки и скримеры. Да, успел прочитать, успел. Всем привет, ребята, с вами Данил. И вы, наверное, сейчас спросите, что я тут делаю? Да, я же типа Undertale-щик, типа я пишу музыку, всё остальное, делаю озвучки, всё такое. Но я тут решил, а почему бы и нет? Почему бы не вернуться к истокам, так сказать? Ведь если кто не знает, а возможно кто-то и знает, может меня кто-то смотрит вообще с 2017 года. Если есть такие старики, давайте плюсики в чат. Давайте. Кто смотрел мои старые видео до тех пор, пока я их не скрыл, а? Кто смотрел? Ну-ка, сознавайтесь. Ну, короче, для тех, кто не в танке, я играл в 2017 году в пятниче с Фредди 3. Почему именно в эту часть? Потому что она для меня самая не страшная в плане скримеров. Потому что они не орут тебе в уши, как в остальных частях. Ну, и тут атмосфера классная, на самом деле. В общем, нажимаем Enter и начинаем новую игру. Э, чё? Не нажимается. Чё? Тут мышка есть, тут мышка никуда не делась. А, тут мышкой надо? Ладно. Фриспук Фрозбера хоррор-аттракцион. Так, там, тут какой-то парк готовиться на пост напугать тебя из носков. Там, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ты-ты-ты-ты. Ой. А чё так громко-то? А чё так громко-то? Я вроде не сильно прибавлял. что тут стой тут русский язык тихо отключить пока я конечно когда скачивал я там было написано что там русский язык как бы есть но это какой нафиг русский язык то если здесь здесь элементарные надписи на английском все чтобы запечатать вентиляцию дважды кликните по камере нам понял на аудио чё здесь ну ладно раз уж тут все на русском я предлагаю щас сейчас быстренько перезапущу тогда игру громко еще привыкать к этому звуку блин ладно слушаем че он тренинг а чё так тихо а я понял а потом обратите к работе короче аттракцион открывается где-то через неделю нам нужно удостовериться все работает как надо ничего нигде не загорится когда это место будет открыто люди будут ходить в офис пробираться через здание попадать в себе и наконец выходить отсюда а ты официально стал частью аттракциона и ты будешь играть роль охранника таким этим охранника никто ничего не стасил никто не лежал по углам но ты также станешь частью шоу думаю так будет гораздо аутентичнее давай-ка я расскажу тебе о новинках мы нашли еще немного рисунков это всегда приятно и голову фокси мы думаем она настоящая хотя конечно она может оказаться перед ним длинным косплейным костюмом а еще нашли настольный вентилятор очень старый он металлический так что побереги пальцы сейчас это место всему лишь что ты знаешь вертающий свет страшные декорации и правда надеется что к этому времени у нас будет что-нибудь получше если ничего крутого к следующей неделе у нас не появится то возможно запихнет тебя в костюм фурии за сами вроде по комнатам и говорить Бу... Знаешь, как я и сказал, мы сейчас пытаемся отследить важную зацепку. Один парень, помогавший проектировать одно из прошлых зданий, сказал, что там было что-то вроде дополнительной комнаты. Ее запечатали. Или что-то в этом вроде. Так что мы собираемся взглянуть на нее и попробуем что-нибудь найти. А пока что привыкли к новому оборудованию. Ты можешь проявить камеры наблюдения справа, нажав на эту синюю кнопку. Ты можешь переключаться между камерами в зале и камерами вентиляции. Потом слева у тебя есть панель обслуживания. Используй ее, чтобы перезагрузить живую систему. И все равно вдруг отблючится. Знаешь, пытаясь сделать это место винтажным, слегка перестарались. Некоторое оборудование едва работает. Ага, я не шутил насчет огня. Это и правда опасно. Самая главная вещь, за которой тебе следует следить, это вентиляция. Это место может тебя не на шутку напугать, чувак. Если вентиляция вырубится, ты начнешь следить всякие безумные вещи. Так что следи за ней. Ну, окей, поглядывай тут застел. Завтра попробуем раздумать для тебя что-нибудь маленькое. А, все? Все, он закончил? Да тут действительно жутковато, просто представьтесь. А, я забыл, я же хотел проходить на хорошую концовку. Для этого надо активировать мини-игру. Вот. В общем. Пока тут вот эта вот ламповая атмосфера, я хочу с вами поговорить. Что, вот. Представьте, сидите вы в этом офисе. Там у вас зеленая комната. Все эти камеры, да? Панели управления, вентиляции, звук, аудио. Все там, он как говорил, да? А вы сидите там, и вам реально стрёмно, потому что там камеры помехи. Я сам-то сижу, у меня светло на улице, а ощущение такое, что... Я сам там сижу. Типа, вам покажется, что я сейчас говорю, да, придуриваюсь. А вы просто войдите в положение чувака. То есть, он сидит, ему надо элементарно с полуночи до шести утра сидеть и пялиться непонятно куда вы в эти помехи. И когда за тобой буквально ходит ходячий труп в костюме кролика и куча-куча призраков, а? Разве не стрёмно? Вот и я-то говорю, что стрёмно. Так или не так, мини-игру мы прошли. Да, господи! Что так громко-то? В общем, сидим дальше. Вот. И здесь как раз атмосфера-то, вот она, выдает себе. Что когда вот нажимаешь на камеру, она начинает вот так вот трендычать в помехах. Блин, это стрёмно же реально, что есть, да. Когда ты вот так вот сидишь... Стоп, это выход, я тут плакатик Фредди вижу. То есть, вот камеры, да. Камеры здесь, что они? Что они из себя представляют? Здесь, здесь эти детские плакатики. Там это... Чё? Башка Фокси. Чё? Камера 10, вон. Вот. Плакатик и выход. Нет. Получается, это первая и десятая камеры, это самые близкие к нам камеры, что ли, так? А. Стоп. 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 А. А это могут быть, да? Это могут быть разные камеры? То есть, вот здесь, получается, выход с стрелочкой отмечен. Капец. Сижу, читаю нотации по игре, которые, блин, 6 лет исполнил. Блин, кстати, 6 лет, как и Undertale, блин, 2015 год. Внав 3, Undertale. Они вышли в один год. Почему я, блин, про Undertale тогда не знал ничего? Возможно бы, у меня подписчиков чуть побольше было. Но факт тот, что здесь, да? Здесь самая близкая камера ко мне, да? И тут написано U. Да. Не хвалите меня за мои знания английского. Короче, тут надо изучать карту, я так понял. Потому что, вот. Сама вентиляция здесь. То есть, вот камера самая близкая ко мне. Камера 15. Действительно стрёмно. Повторюсь, да? Ходячий труп. И куча-куча призраков. Единственное, что снимает стресс, как бы здесь, в кавычках. То это пищащий нос на плакатике. Ну да. Так, так вот здесь. Разобраны. Разобраны аниматроники. То есть, как... Лор. Лор по ФНАФу, как бы сюжет, да? То есть, был там какой-то фиолетовый парень, типа, бывший охранник. Он убивал детей и засовывал их в костюм аниматроников. А потом этих аниматроников он же разобрал. Типа... А потом души. И в этой части нам, короче, нужно, как бы, играть вот в эти секретные мини-игры. И чтобы получить секретную концовку. То есть, задобрить эти души. Души мёртвых детей. Короче, блин, этому лору, наверное, шесть лет. А я сижу, блин, его вспоминаю. Забавно. Вентилятор. Вентилятор трещит. Вот ещё. Чё, напрягает-то ещё. Хм-хм. Сидим. Да ладно, какая неожиданность. Мы дожили до шести утра, блин, дети. Дети громко орут очень. Вот сюжетная мини-игра. То есть, мы здесь играем за... За... За Федю. За аниматроников. Идём сюда, и он просто тупо начинает выдавать ошибку, и... Разобрал нас. Так, сейчас я попробую по памяти зайти во вторую мини-игру. А вось получится. Эй, чувак, у меня для тебя шикарные новости. Во-первых, у нас и винтажные кассеты с тренингами. Чувак, они просто доисторические. Я думаю, их использовали, типа, для тренировки персонала. Не работает она. Итак, пацаны и пацаны, с экстренной включением во второй ночи. Оказывается, я в автомате не эти кнопки нажимал. Поэтому у меня не получилось войти в мини-игру. Ну, сейчас попробуем. Чувак, у меня для тебя шикарные новости. Шикарные новости. Мне некогда их слушать. Чувак, они просто доисторические. Я думаю, их использовали, типа, для тренировки персонала. Ч-ч-ч-ч-ч. Или что-то типа того. Я подумал, что можно проигрывать их через динамики. По всему аттракциону. Чувак, тогда у нас всё будет прямо как настоящие. Кнопки пропали опять. Просто не поверишь. Мы нашли этого. Верни кнопки. Пробуем снова. Чувак, тогда у нас всё будет прямо как настоящие. Есть. Теперь главное. Остерегаться бегающих пацанов. Остерегаться бегающих пацанов. Собрать все детальки. Не бегай. Манго, ну ты. Нет. Нет. Стоять. Стоять. Нет. Стой. Ты куда? Не надо. Нет. Стоять. А! Хе-хе. 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 Не вышло. Управление неудобное. Платформинг этот. Нет. Стоять. Хе. Мне интересно с тобой, как я тогда прошёл, когда был мелким. Есть. 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 Хух. Хух. Теперь главное не упасть отсюда. В дверь заходить опасно. Потому что иначе эту игру не пройти. Падаем. Ищем плакуна. Вот он ревёт. Хух. Заморочился. Хух. Есть. Тортелла. Тортелла. Мы это сделали. Теперь осталось торт тому чуваку отдать. Есть. Мы успешно прошли, считайте, две мини-игры, ребята. Есть. Главное, никогда не трогать выход. Есть. 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 Надеюсь, это сохранит мой прогресс. А если не сохранит, то я быстренько, без записи, если что, это всё пройду. А на этом уже точно можно заканчивать. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, всякое такое. Я многого не прошу. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.